Всем привет, друзья! Вы попали на канал Лилия Ред Фокс. И сегодня я хочу рассказать вам о лагерях для беженцев, которые находятся в Германии и еще принимают беженцев этой осенью. Некоторые лагеря, к сожалению, закрываются и туда больше нельзя приехать. Но некоторые все же еще работают. На данный момент на территории Германии находится более миллиона мигрантов из Украины. Перечень лагерей в Германии, принимающих украинских мигрантов, меняется ежемесячно. Сегодня я дам вам актуальную информацию о лагерях для переселенцев в Германии, которые будут принимать украинцев в сентябре месяце. Итак, в марте 2024 года немецкая волна проинформировала, что многие регионы являются перегруженными. Поэтому рекомендуется более равномерное распределение по странам Европы. Германия выделила несколько регионов, а в них лагерей, которые принимают украинцев. Каждый из них имеет свои особенности и перерегистрация по собственному желанию практически невозможна. Поэтому нужно внимательно рассмотреть имеющиеся варианты, чтобы выбрать наиболее комфортные для себя условия. Лагерь для переселенцев – это приемный пункт для беженцев. Именно здесь распределяют, в какой регион Германии отправить переселенцев. Причем заранее это предусмотреть невозможно. Обычно украинцы остаются в том регионе, в приемный пункт которого они приехали. Однако, когда возможности для размещения нет, то человека могут направить и в другой регион. Лагерь можно выбрать только при въезде, поэтому рекомендуют выбирать тот, к которому удобнее всего добираться. И после регистрации переселенца не примут в других регионах. Вынужденный мигрант обязан жить на территории, за которой закреплен. А на переезд нужен специальный документ и веские основания. К таким могут относиться трудоустройство на территории переезда, вступление в брак или содержание несовершеннолетних детей. Также важно знать, что лагеря для переселенцев работают 24 на 7. Итак, земля Баден-Вюртенберг является одним из самых популярных пунктов приема. Однако рассчитывать на то, что в нем остаться, не стоит. Мест для переселенцев нет, поэтому автоматизированная система распределит вас в другой регион. Скорее всего это будет Бавария, Рейнланд-Фальц или Гессен. Решение распределения принимается в отношении каждого мигранта отдельно автоматизированной системы. Первый лагерь это Карлс-Руе. Адрес сейчас вы видите на экране. На данный момент открыт, но распределяют в другие регионы. С января 2024 принимают всех, кто едет собственным авто. Среди особенностей выделяется следующее. Авто нужно парковать за пределами приемного пункта. Нельзя привозить животных больше кота. Второй лагерь это Фрайбург. Адрес вы также видите на экране. Открыт, но часто осуществляется распределение на другие федеральные земли. Имеет следующие особенности. Не принимает лиц, нуждающихся в специальном медицинском уходе. И принимает с небольшими домашними животными, которые постоянно должны находиться вместе с хозяином. Собаки обязательно на поводке. Но, внимание, 30 сентября 2024 года этот пункт размещения приема украинцев будет закрыт. И с октября 2024 года прием украинцев будет осуществляться по другому адресу. Также возможны изменения и в условиях приема. Стоит обратить внимание на то, что до отдельных пунктов приема вы сможете добраться только на собственном авто. На автомобиле с украинскими номерами можно ездить по территории Германии только в течение одного года, после первого пребывания в страну. Дальше вам придется автомобиль перерегистрировать. Но это уже другая тема, об этом вы узнаете немножко позже. Хотя у меня на канале есть видео, и ссылку я оставлю в описании. Можете посмотреть и на эту тему информацию. Дальше. Земля Бавария. Приемный пункт, который вы видите сейчас на экране, находится в Мюнхене. Пункт приема нерекомендован владельцев домашних животных и распределение мигрантов осуществляется в пределах региона. Следующая земля – это Берлин. Тегель. Старый аэропорт. Для владельцев автомобилей машину нужно оставить на парковке и сесть на автобус П-3 перед строением номер 109. Для тех, кто приехал общественным транспортом, поезда из Восточной Европы прибывают на вокзал Берлин-Гезун-Брунен. Оттуда необходимо городской электричкой добраться до вокзала Берлин-Юнг-Ферхайде. Автобус до пункта приема ходит от этого вокзала. Остановка на улице Ольбыш-Трассе-Галерштайк. Дальше. Земля Гессен. Лагерь Гайсен. Адрес вы также видите на экране. Пункт приема открыт, но на данный момент распределяют в Баварию все, кто не имеет родственников первой линии в Гессене. Оптимальное время для приезда – это будни до 20.00. Информация для тех, кто добирается общественным транспортом. Существует возможность размещения на одну ночь во Франкфурте. Дальше. Первый шаг. Поездом от Франкфурта до Гессен-БФ. И второй шаг. Автобусом номер 1 или номер 17 от Гессен-БФ до София-Шоль-Шуле. Дальше. Земля Северный Рент, Фестфалия. Здесь функционирует единственный пункт приема – Бохум. Адрес вы также видите на экране. Все адреса, конечно, будут продублированы под видео в описании. Также не забудьте отправить это видео своим знакомым, которые планируют приезд в Германию. Давайте будем полезны друг другу. Ну, а мы двигаемся дальше. Земля Саар-Ланд. Здесь функционирует единственный пункт приема – Лебах. Адрес вы также видите на экране. Дальше. Земля Шлезви-Гольштейн. Первый лагерь – Ноэ-Мюнстер. Адрес вы также видите на экране. Открыт на прием, но распределяет в другие пункты. Второй лагерь – Буштед. Адрес на экране открыт на прием, однако свободных мест не хватает. Лагерь принимают с домашними животными, включая больших собак. Однако по состоянию на июль была информация о срочном переселении беженцев в общежитие, где существует запрет на прием с домашними животными. Третий лагерь здесь – это Зеэт. Адрес на экране. Аналогичная ситуация с предыдущим лагерем. Прием осуществляется. Существует разрешение на прием с домашними животными, но были случаи перераспределения в общежитии с ограничениями по домашним животным. И земля Тюрингия. Функционируют два лагеря, но прием осуществляется только при наличии свободных мест, то есть возможен отказ. Лагерь Шуль находится по следующему адресу, который вы видите на экране. И следующий лагерь Нортхаузен тоже адрес вы видите на экране. На этом лагеря заканчиваются. Поэтому, если вам это видео было полезно, не забудьте поделиться им со своими друзьями. Поставить лайк и подписаться на канал. Всем желаю хорошего настроения, мирного неба и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока.